Девушки отдыхают С названием Геевка гееропейские инструкторы начнут своё наступление. В район населённого пункта Геевка прибыла группа иностранных военных. Боевики являются уроженцами Польши и Литвы. Геевский блицкрик по замыслу Байдена должен был сломить новоросов морально. Хотя, с другой стороны, шахтёры и трактористы с бурятскими хлебальцами тоже не пальцем деланы. Ведь это было всего лишь 1488-е наступление Укров, обещанное недоросами за эти годы. Наверное, каждый из вас хотя бы раз в жизни видел собачку, которая кусала свой же хвост во сне. После чего от ужаса взлетала на высоту в две будки и заливалась лаем. Обстрелы в Донбассе идут по нарастающей. Украина настроена на войну. Линия разграничения крайне нестабильная ситуация. Постоянно пребывает техника и живая сила. Вот ровно эту же историю мы вспомнили, отсматривая на этой неделе новости из Урдло. Где смешные то ли сознательно, то ли по глупости кусали себя за хвост. После чего начиналась адская истерика. Люди вблизи линии фронта снова пакуют так называемые тревожные чемоданчики. Орё! Спасайся, кто может! Срочно проверяем бомбоубежище! Донецк. Здесь готовится к худшему. Технический директор Исиноватского машиностроительного завода Сергей Кенопля осматривает бомбоубежище. Главное, чтобы каждый житель чётко знал, куда бежать на случай возможного обстрела. Забираем из вытрезвителя всех бравых кизяков. У нас достаточное количество, чтобы достойно защитить наш город. А всё потому, что фашисты 15-го числа решили поставить на колени мирные свободолюбивые республики. И тут, без шуток, об этом якобы прямо в офисе президента Украины говорили. В офисе Зеленского поговорят о 15 марта, как и о дате готовности украинской армии атаковать Донбасс. По всем законам логики, если люди не врут, они показывают зрителям фрагмент этих самых разговоров. Тем более речь идёт о войне. Тема серьёзнее некуда. Речь может идти о полномасштабном наступлении. А теперь угадайте с одного раза, почему пропагандисты предлагали, как обычно, всего лишь поверить им на слово. А мы расскажем. На самом деле никто, вот вообще никто из официальных лиц никакой войны не обещал. А за хвост новоросы цапнули себя после слов одного из украинских журналистов, мол, 15-го числа такое будет! 15 марта, понедельник, станет тяжёлым днём для украинского общества. Но если сказать правду, запугать местных и без того несчастных пенсионерок и домохозяек вряд ли получится. А делать это обязательно надо. Ну хотя бы потому, что социальное напряжение в Ордло растёт. В этом месяце, например, боевики окончательно решили уничтожить шахту Бажанова. Приказ о подготовке филиала шахта имени Бажанова, ГУП ДНР, Макеев Уголь к реструктуризации и консервации. То есть посёлок в её районе – это всё проклятое, мёртвое место. До лета в планах Минугля уничтожить ещё 3-4 шахты Макеев Угля и Торезантрацит. Местные, конечно, в шоке. Тут-то людей и начинают отвлекать войной. Подразделения украинской армии в районе Донбасса приведены в полную боевую готовность. Ждут приказа о наступлении. Мол, подумаешь, без работы будете. Подумаешь, даже подачки в 15% зарплаты больше давать не будут. Зато люди добрые. Главное, что живы останетесь. Вот сейчас Дениска на танке вас от карателей защитит. Глава республики сел за штурвал БМП-1, объехал полигон. Мы, когда эти кадры увидели, то всей базой НАТО полдня хохотали. Эш, смертельный номер, достойный цирка-космос. Голову в пасть льву засунуть. Это фигня на фоне экшена, где цельный глава мог тупо застрять в танке. Эш, поспасите. Помогите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пришлось бы тогда Майю Пирогову с бидоном Вазелина в бой бросать, чтобы она опытной рукой спасла генералиссимуса. Ах, хорошо начинается моя неделя сегодня. Но это так, улыбнуться и забыть. Здесь важно другое. Вроде как 15-е число уже прошло. И хотелось бы уточнить, как там наступление, ребят? Сколько взято, сколько распято? Всё-таки вы всем хором так громко кричали? Украина так в открытую готовится к наступлению. Речь может идти о полномасштабном наступлении. Донбассу готовится к полномасштабной войне. Но дав подливы, пропагандисты из Ордло не придумали ничего лучше, чем сказать, информация надёжная была. Просто укры на пару дней перенесли. Киев готовит 17-18 марта вооружённую провокацию на Донбассе. Потому как турецкие войска на помощь ожидают. Придут те же турки, они обязательно придут, потому что у турков долгосрочный интерес по поводу Крыма. И люди продолжали сидеть в напряжении. Особенно с тем учётом, что в это время по телевизору и в соцсетях всем рассказывали о срочной боевой тревоге, по которой подняли всех уполчленцев. По нашим данным, сразу несколько подразделений Народной милиции ДНР по всей линии фронта приведены в боевую готовность. Но вот уже 17-е число. Ну чё, ребята, ну как там наступление? Были ж провокации? Не, ну на самом деле были. Чудесная Россия, которая каждый день грозит Украине своей армией в случае обострения на Донбассе. Одна из причин имеет легальный повод для ввода войск, для защиты граждан Российской Федерации. Должен быть просто освободительный поход в российскую армию для защиты населения на Донбассе. И ругает НАТО за вполне себе легальные полёты через Украину? Стратегическая разведка НАТО начала прощупывать оборону Донбасса. Полёты разведывательной авиации миролюбивого блока фиксируются практически ежедневно. Вдруг решает тупо вторгнуться в воздушное пространство соседней страны. Российский вертолёт Ми-8 залетел в воздушное пространство Украины. Зачем они это делают? Очень просто. Людям нужна хоть какая-то агрессия от злых фашистов. Но поскольку на Донбассе её не дождались, решили видать в русскую рулетку с экипажем вертолёта поиграть. Летательный аппарат залетел примерно на 50 метров на территорию страны, а затем вернулся обратно. Мол, ну хоть бы, ну хоть бы украинцы его сбили. Но нет, не сбили. И наступления обещанного, дважды перенесённого, как вы поняли, тоже не было. Хотя смешные уже сообразили новую отмазку. А теперь запугивают несчастных людей фразами из серии «Ну, в апреле уже точно». Если наступление и будет, то оно будет где-то в середине апреля. Единственное, что смущает лично нас в этой истории, это смена медийной повестки в Ордло. Ведь если раньше боевики хорохорились, мол, сами за три дня до Львова дойдём, а до Лондона, ну за пять. Взять Британию всего-то таковую. Да теперь прям говорят, без российской армии шансов нет. Не сдюжит ополчение, тут, конечно, необходима помощь России. Что с учётом провокаций, как с вертолётом. И визгов о необходимости защиты обладателей российских паспортов. Причин для помощи России сейчас. 600 тысяч паспортов российских раздали, то есть это граждане России. Мы помним прецеденты, когда Российская Федерация защищала своих граждан на территории Южной Осетии. Граждане Донбасса, на мой взгляд, ничем не хуже. Наталкивает на мысль о том, что в Кремле решили окончательно похоронить Минск. Заморозив конфликт на Донбассе по абхазскому сценарию. С введением своих типов миротворцев и превращением Абхазии из суперперспективной курортной зоны в забытую богом дыру. Конечно, Москве накинут санкции. Но в свете вчерашних слов Джо Байдена и пожара в Москве... Без того сложные отношения между Россией и Соединёнными Штатами. Видимо, навсегда решил разорвать президент США Байден. Но, навечая на вопрос в интервью телеканалу ABC, считает ли Байден Путина убийцей, американский президент ответил утвердительно. Есть мнение, что в Кремле отлично понимают, что санкции всё равно не избежать. А значит, можно поднять ставки. Например, в Украине. И вот тогда война вполне себе реальна. Большая и кровавая. Всё, как любят в Кремле, чтобы держать свой народ в тонусе.